Всем привет! С вами Анастасия Кадетова и я расскажу вам о самых важных новостях к этому часу. Мы возобновили работу штабов Навального. Подробнее расскажу дальше. После начала мобилизации из России уехали уже миллион человек. У Кадырова нашли элитную боксерскую грушу по цене хорошей квартиры. А власти и пропагандисты заняты любимым делом. Борются с Аллой Пугачевой. Мы, команда Алексея Навального, возобновили работу штабов по всей России, чтобы бороться с Путиным, войной и мобилизацией. Эта борьба может принимать самые разные формы, самым разным уровнем риска. Можно распространять информацию, можно оказывать юридическую помощь, волонтерить, можно саботировать работу военкоматов. Понятно, что все изменилось. У нас не будет светлых офисов в центре городов, как раньше. Их просто не дадут открыть. Штабы будут работать подпольно. Мы обеспечим анонимность каждому, кто пожелает ее сохранить. И выстроим сложную сеть людей, которые готовы бороться с Путиным и войной любыми способами. Объявленная мобилизация – это реальная ошибка и слабое место путинского режима. Многие годы пропаганда внушала людям идею стабильности и какой-никакой безопасности. Мол, да, Путин уничтожает выборы и независимые СМИ, оппозиции достается, но простого человека ведь не трогают. Ну и классическая – лишь бы не было войны. Но Путин войну начал. Страшную и разрушительную для Украины и уничтожающую экономику и будущее нашей страны. И теперь привел ее в дом каждой российской семьи. Пришел не за оппозиционерами и журналистами, а буквально за каждым простым россиянином. И люди, которые до сих пор были вне политики, начали задавать вопросы. Они не хотят ехать на войну, не хотят убивать и быть убитыми. С начала мобилизации мы получаем тысячи вопросов, как избежать призыва. И все чаще у нас спрашивают, как остановить Путина и войну. Мы будем объединять и координировать этих людей, чтобы бороться вместе. Меньше чем за сутки нашу анкету заполнили более четырех тысяч человек. Нам пишут айтишники, дизайнеры, переводчики, сценаристы, ютуб-блогеры с крупными каналами и даже бывшие военные и разочаровавшиеся сотрудники госструктур. Тысячи совершенно разных людей готовы объединяться и действовать. Если вы тоже хотите присоединиться, переходите по ссылке в описании. С начала мобилизации прошло меньше двух недель, и за это время из России уехали около миллиона человек. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на источники в Кремле. Больше всего 200 тысяч человек выехали в Казахстан. Официальные данные об эмиграции из России пока никто не называл, но и без этого понятно, какое огромное количество людей решили уехать от Путина и мобилизации. Мы же видим бесконечные каналы и чаты об эмиграции, посты в соцсетях, фото очередей на границах. Тем временем власти как могут пытаются убедить россиян остаться и мобилизоваться на войну. В ТВ вот семьям солдат выдали уже 91 барана, а на Сахалине решили поддерживать людей рыбой. Каждая семья мобилизованного получит там по 5 килограмм. Местный единоросс Михаил Шувалов рассказал, что власти уже выделили 9 тонн рыбы, то есть получается, что на Сахалине мобилизовали 1800 человек. Десятки миллионов людей в России живут в бедности, и чиновники ловко этим пользуются. Предлагают обменять жизнь на барана или 5 килограмм рыбы. Но для тех, кого и такое не убеждает пойти на войну, записал свое обращение боец с говорящим позывным «Людоед». Он пожаловался на нехватку людей, ведь с 19 сентября из 23 человек у него осталось 7. Ждем, приезжайте. Мы ждем. У нас с 19 числа 23 человек, у меня 7 человек. Осталось. К слову, «Людоед» до поездки на войну работал директором кладбища. Лучшего мотивационного тренера сложно представить. Стремление отправлять людей в мир иной у него профессиональное. Надеюсь, он их хотя бы не ест. Украинские военные продолжают успешное контрнаступление. Только за последнюю неделю под их контроль перешли 4000 квадратных километров территории. Это подсчитало издание агентства. И российская Минобороны уже не может это скрывать. Сегодня на утреннем брифинге показали карту боев, на которой видно, что Украина освободила почти всю Харьковскую область и значительную часть Херсонской. Представляю, в каком же сейчас бешенстве Рамзан Кадыров. Он ведь каждую такую новость бьется в истерике и ищет виноватых. И вот сегодня мы узнали, на чем он вымещает свою ярость. В особенно тяжелые минутки Кадыров колотит боксерскую грушу. Элитную, конечно, от Луи Витон за 175 тысяч долларов. Над Кадыровым мы посмеяться всегда рады, но давайте не забывать, что он превратил свой регион в настоящую пыточную. В Чечне продолжаются издевательства и насильственная мобилизация, от которой уже гибнут люди. Муж участницы антивоенного протеста Адам Мурадов умер от сердечного приступа. До этого его заставили избить свою жену за участие в акции против мобилизации. 21 сентября женщин, вышедших на площадь Грозного, задержали и свезли в мэрию, а потом привезли туда их родственников и мужей. Силовики заставили их избить активисток, угрожая, что иначе они сделают это сами намного жестче. После этого ужаса сына Мурадова, 18-летнего парня, отправили на войну. Теперь силовики давят на их родственников и требуют, чтобы они на камеру опровергли сообщение о насильственной мобилизации сына Мурадова и избиении его жены. Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь участвует в войне в Украине. При этом он говорит, что белорусских военных там нет. По словам Лукашенко, участие в спецоперации состоит в том, чтобы лечить раненых, принимать беженцев и не допускать распространения конфликта на территорию Беларуси. До сих пор Лукашенко отрицал хоть какую-то причастность к войне, но давно известно про авиаудары с территории Беларуси. Яхта Путина после санкций сменила название с Graceful на «косатку». Как написал американский Forbes, судно заметили в Балтийском море у берегов Эстонии. Его сопровождала российская береговая охрана. Вероятно, «косатка» двигалась в сторону Петербурга. Graceful – это 82-метровая яхта стоимостью около 120 миллионов долларов. Прошлой осенью ее отправили в Гамбург на модернизацию, но за две недели до войны, не дожидаясь завершения работ, яхту неожиданно эвакуировали. Кажется, Путин пытался спасти свою красавицу из-под санкций и ради этого сменил ей имя. И вот еще одна новость о том, как Путин и его окружение обкрадывают россиян. Элитный участок земли на Рублевке, где хотели построить детский онкоцентр, отдали любимому российской пропагандой актеру Стивену Сигалу. Компания, доля в которой принадлежит актеру, вместо больницы построит там частный центр восточных единоборств. Как выяснила база, компания получила этот участок в аренду у региональных властей. И, конечно, без конкурса и по заниженной цене. За пять лет аренды за участок заплатят 73 миллиона рублей, при том, что его рыночная стоимость в разы выше. Из-за дефицита западного оборудования в России могут остановиться все типографии. По данным ведомостей, почти вся типографская техника и комплектующие в России были иностранными. Вот сюрприз. Производители из Индии и Китая смогут заменить их лишь частично. Пока война и мобилизация добивают российский бизнес, власти ищут, где взять деньги, чтобы закрыть дыры бюджета. И, конечно, они не придумали ничего лучше, чем заглянуть в карманы россиян. И решили поднять цены на платные дороги. Минтранс предложил увеличить цену за проезд по ним почти в три раза – с трех рублей за километр до пяти восьми. Своё решение там объясняют ростом цен с 2015 года. Цены действительно выросли, но вот реальные доходы россиян всё это время только падали. Но чиновникам и депутатам некогда решать проблемы россиян. Они заняты любимым делом – борются с Аллой Пугачёвой. Она ну никак не даёт путинистам покоя. Единоросс Виталий Милонов предложил лишить Пугачёву звания народной артистки. Всё из-за её последнего поста в Инстаграме. Алла Борисовна радуется, что её ненавидят люди, которых она всегда терпеть не могла сама. И хотя Пугачёва высказывалась очень аккуратно, без должностей и имён, те, кому это послание адресовано, поняли его правильно. И теперь пост хотят проверить на предмет возбуждения ненависти и вражды. Жгите, Алла Борисовна, и пусть всё больше российских знаменитостей следует вашему примеру. Это были все важные новости к этому часу. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. Последние новости с фронта завтра утром вам расскажет Иван Жданов. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok